Каждую среду в студии телеканала Самара Гидс мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Что такое социальное партнерство и как его избежать? Сколько детей-сирот получили в Самаре новую семью? Кто проверяет качество работы опекунов? В нашей студии Ольга Слесарева, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городского округа Самара. Ольга Владимировна, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. И для начала расскажите, пожалуйста, чем занимаются органы опеки и попечительства? Не все это знают. Вот многие люди не представляют себе на самом деле, какие вопросы курируются органами опеки и потому что сталкиваются с этим крайне редко. Ну да, конечно, простому человеку сложно разобраться, куда можно обратиться, если возникает проблема в семье. Поэтому органы опеки и попечительства в первую очередь признано заниматься детьми-сиротами, детьми оставшихся без печенья родителей, защищать права и интересы несовершеннолетних и недееспособных граждан. Конечно, к нам много очень обращается граждан, у которых возникают проблемы с соседями, с родственниками, с друзьями, когда они видят, что что-то в семье не так, что-то в семье недорабатывают, ребенок недоедает. И в первую очередь, конечно, необходимо обратиться к нам в органы опеки города Самара. То есть, на самом деле, народ у нас, ну, скажем так, неравнодушный и на проблемы, которые происходят рядом с ними, люди реагируют достаточно энергично. То есть, много людей, которые мимо не проходят. Да, у нас граждане очень активные, организации в том числе. У нас в год около 2000 сообщений к нам поступают только от граждан и от органов системы профилактики о неблагополучии в семье. Конечно, очень много сообщений идет, когда соседи звонят и говорят, вот у меня наверху живет семья, там дети постоянно бегают, нарушают закон о тишине, да, громко смеются, двигают мебель. Это, конечно, немножко не наша задача, не задача органов опеки, это, скорее, задача органов полиции, да, проверять закон о тишине. Ну, или администрации районной. Да, но вдруг, если становится гражданам известно о том, что ребенка бьют, ребенок ходит голодный, что ребенок, допустим, не выходит на улицу, знает, что ребенок родился и ни разу его не видели, да, что видят, что родители постоянно находятся в каком-то алкогольном объявлении, либо ведут себя неадекватно по отношению к своим детям. Вот здесь нужно в первую очередь, конечно, обращаться к нам. Мы по закону обязаны, и мы это делаем, в трехдневный срок проверить эту информацию. В трехдневный срок? В трехдневный срок. Просто количество обращений очень большое, более двух тысяч. Ну, тем не менее, да, закон совершенно правильно определяет минимальный срок для проверки информации. И если информация поступает, что жестокое обращение, мы выезжаем в тот же день. Если информация не очень тревожная, да, ну, ребенка не посещает школу или что-то, мы в трехдневный срок проверяем. Больше того, мы не только выезжаем в эту семью, мы запрашиваем поликлинику, мы запрашиваем, если дети учатся, образовательное учреждение или дошкольное учреждение. Мы обязательно направляем информацию в органы полиции для того, чтобы проверить всесторонне эту семью. Поскольку иногда визуально не всегда можно понять, насколько родители, ну, как правило, что в этой семье. Как правило, приходишь в семью, употребляете? Нет, только по праздникам, да. Обязательно мы опрашиваем соседей. И если соседи нам говорят, да вы что, вот гулянки-пьянки, каждый день приходят выпившие, дети предоставлены сами себе, нам подтверждают, это органы системы профилактики, департамент образования, где ребенок учится в школе, либо ходит в школу. То есть мы очень активно в течение недели выясняем эту ситуацию. Если мы видим, что семья нуждается в нашем контроле, что семью надо поставить на учет, мы обязательно такую семью ставим либо в социальное опасное положение, либо в трудную жизненную ситуацию. Это есть такие вот, скажем так, нормы? Да, это градация такая в соответствии с действующим законодательством. Трудная жизненная ситуация, если, в общем-то, нежестокого обращения с ребенком не происходит. Ну, допустим, малоимущая семья, родитель в силу потерял работу, начал злоупотреблять спиртными напитками, но пока это все в начальной стадии. Какие-то другие трудные жизненные обстоятельства не позволяют родителю заниматься в полной мере содержанием и обеспечением ребенка. Вот такую семью мы ставим на контроль, отправляем, у нас есть центр социальной помощи семье и детям, где совместно, в общем-то, усилиями, социальными педагогами за этой семьей наблюдаем. Но если мы приходим и видим, что ситуация катастрофическая, да, что дети маленькие, голодные, мы смотрим, что еды нет, родители, соседи говорят, здесь действительно очень сложная ситуация. Ну, беда, короче, беда. Ну, да, вот детям опасно, да. И эту семью мы ставим в социально опасное положение, что дает нам возможности более плотно заниматься этой семьей. Мы даем и направление на лечение, мы помогаем устроиться на работу. На работу помогать устроиться? Ну, конечно. Мы даем направление в службу занятости. Если у ребенка нет документов, а бывает часто и такое, что нет свидетельства о рождении у ребенка, даже вот мама родила, и уже проходит год-два, свидетельство о рождении она так и не получила. Полис не оформлен. Вот если семья стоит в социально опасном положении, все эти документы мы помогаем семье оформлять или оформляем это сами. В случае, если ребенку, ну, не нужно оставляться, мы видим, что действительно родители пьют. Вот прям пьют ребенок. Мы предлагаем родителям поместить ребенка в центры для детей, оставшихся без попечения родителей. Для чего это делается, да? Для того, чтобы семья могла, пока находится ребенок в центре, мы спокойны, что ребенок накормлен, одет, опут, посещает образовательное учреждение, получает полностью медицинское обследование, да? Мама и папа в это время могут, в общем-то, и мы их носом, и попытаться, иногда помещение ребенка в такой центр является встряской для семьи, и они реально понимают, что они могут своих детей потерять. То есть, что они уже на грани. Что они на грани того, что их лишат родительских прав, и они потеряют право жить с детьми, воспитывать детей. Поэтому для многих, конечно, это очень хорошая встряска. Помещаем мы таких детей на полгода, и в течение полугода с этой семьей работаем. Конечно, основная наша задача, и это отработать с семьей так, чтобы сохранить биологическую семью. Вот вы, кстати, вопрос предусхитили. Вот, да, самое важное, на самом деле, вот вы что считаете для вашего ведомства? Ну, вы знаете, очень многие, вот когда смотришь передачи, а сейчас много очень передач, когда говорят, органам опеки либо же прийти и забрать. Ну, негатива много, на самом деле, к сожалению, в вашу сторону. Я имею в виду не в вашу личную, а вот в сторону этой службы. В сторону органов опеки, потому что какое-то такое вот понимание у граждан, если я позвонил в органы опеки и сообщил, что у моей сестры там кого-то, вот мы приходим, и первая наша задача забрать и поместить в учреждение. Нет. Первая наша задача отработать с семьей так, чтобы сохранить биологическую семью и вернуть ребенка в биологическую семью. И, в общем-то, если мы посмотрим на статистику, которая на сегодняшний момент есть, вот смотрите, если в 2013 году, да, казалось, в 7 лет, это вот не такая большая разница, у нас 495 детей было выявлено, которые остались без печенья родителей. Это то есть дети, которые при живых родителях в итоге стали сиротами? Это либо дети-сироты, либо родители, которые лишены родительских прав, находятся в местах лишения свободы, да. Ну, много градаций там оставшихся без печенья родителей, но вы правильно говорите, это дети, у которых живы родители. И по тем или иным причинам... Ну, говоря просто узким языком, да, которые... Да, они занимаются, да, мы их лишили родительских прав. То на сегодняшний момент было 495, на сегодняшний момент у нас 245 таких детей. Это большое... Ну, больше чем в два раза. Да. И если посмотреть, кто это дети, то эти 495 детей, выявленных в 2013 году, там, по-моему, 23% только дети-сироты, это у кого умерли родители, а остальные оставшиеся без печенья родители, кого мы лишили родительских прав, то если посмотреть, в этом году впервые за 9 месяцев у нас 38% из выявленных детей, это все-таки дети-сироты, которые в силу обстоятельств смерти родителей остались сиротами. А 62% это родители, которых мы лишили родительских прав. Это впервые за последние 7 лет. То есть работа органов системы профилактики, а это и мы, и образование, и здравоохранение, и полиция, все-таки дает свое положительное результат. Владимир Владимирович, а вот вы находите вот этих детей, выявляете детей-сироты, детей, которые остались без печенья родителей, вот только с помощью, скажем так, соседей, или есть еще какие-то методы, скажем, технологии? Ну, вообще у нас есть семейный кодекс, где прописано, что каждый гражданин или руководитель организации, которым стало известно о том, что ребенка осталось без печенья родителей, обязаны сообщить в органы опеки. Обязаны, это ключевое слово. Обязаны сообщить в органы опеки. Поэтому, если школа видит, что ребенок остался без родителей, там, я не знаю, умерли, либо посадили в тюрьму, либо они вот не занимаются воспитанием, они сообщают тут же нам. Полиция, граждане, здравоохранение, то есть органов, которые сообщают нам о том, что ребенок остался без печенья родителей, очень много. И мы, конечно же, ежегодно постоянно проводим круглые столы, семинары, совещания. Мы каждый год, наши специалисты выходят во все образовательные организации, поскольку мы знаем, да, кто-то увольняется, кто-то приходит. Напоминаем, рассказываем и встречаемся с педагогическими коллективами школ и детских садов, на что надо обратить внимание и в каких случаях они должны нам сообщить о том, что ребенок является оставшимся без печенья родителей. И в результате вот такой вот плодотворной работы у нас же большинство детей находится в садиках, в образовательных учреждениях, да. У нас выявления, в общем-то, очень хорошо поставлены, ранние выявления. Вот важнейший вопрос. Вы назвали те цифры, сколько детей у нас остается без попечения родителей, сколько детей-сирот при живых родителях. Ну и при родителях, которые так или иначе, которых нет. На сегодняшний день ведь важнейшая задача – это затем помочь ребенку попасть в семью, потому что детский дом, дом ребенка, ну на самом деле, вот как бы ни старались, но мы прекрасно понимаем, никогда не заменят нормальную семью. Вот сколько детей обрели семью с помощью вашего ведомства? Ну, опять-таки, обращаясь к статистике, потому что статистика – это великая сила, мы сразу видим, да, вот мы, можно говорить очень хорошо, как мы работаем, да, но цифры говорят сами за себя. Плохо работаешь, дети находятся в учреждении. Для нас это показатель. Хорошо работаешь, значит, дети находятся, проживают в семьях у нас на территории города. И именно так оценивают работу органов опеки. Нисколько мы изъяли, нисколько мы поместили в учреждения, а сколько детей мы передали в семьи для того, чтобы они не проживали в учреждениях. Вот на сегодняшний момент 90% детей, которые находятся на территории города, проживают в семьях граждан, это либо под опекой, либо усыновлены, либо в приемной семье, либо в патронатной. Слушайте, ну это блестяще, 90%. 90%. В основном 10% это семьи, дети, которые остаются в учреждении, которые были выявлены очень поздно. Например, ну вот родители стали злоупотреблять в силу каких-то обстоятельств, и мы их лишили. Когда ребенок старше 14 лет, 15-16 лет. Таких детей, как правило, уже с девиантным поведением сложно, но мы устраиваем. И в основном, конечно, вот из этих 10%, 9% это дети с глубокой инвалидностью. Мы же понимаем, да, что мы, к сожалению, да, есть дети, которых, ну, очень сложно, ну, в силу того, что они требуют определенного медицинского ухода. Они находятся у нас в пансионатах, где есть медицинский персонал, который, в общем-то, этим детьми занимается. Ну, откровенно говоря, люди, которые берут в семью вот такого ребенка, ну, я лично считаю, что это просто подвиг. Ну, здесь другого слова не подберешь, потому что это брать на себя такую ответственность, просто брать на себя ответственность за ребенка, это очень серьезно, а за ребенка, который болен. Вы знаете, если посмотреть, что происходило, допустим, 7 лет назад, к нам приходили и говорили, ну, только вот здоровый ребенок. У нас в домах ребенка было катастрофическое количество детей отказных. У нас было очень много детей ВИЧ-инфицированных и контактных по ВИЧ, да. У нас абсолютно не брали с ДЦП, это было, не брали с даунов, это было вообще табу. Как только видели фотографии, мы говорили, у ребенка даунов. Ну, все, сейчас, сейчас у нас дети, которые имеют ВИЧ-инфекцию или контактные по ВИЧ-инфекции, которых контакт по ВИЧ-инфекции, они практически все в семьях. На сегодняшний момент граждан это абсолютно не пугают, потому что... Вот да, кстати, мы что, добрее стали или просто лучше понимать, что это такое? Граждане стали лучше понимать, что ВИЧ-инфекция – это не приговор, что с ней можно жить, что можно жить до глубокой старости, что заразиться бытовым способом практически, не практически, я не брали, невозможно в принципе. И поэтому эти детки у нас вообще не засиживаются. Если причина только ВИЧ-инфекции, тут же забирают в семью. У нас на сегодняшний момент 90 детей-инвалидах проживает в семье граждан. Это очень много. Это очень много. У нас стали брать и с даунами, у нас есть дети с ДЦП, которых берут. Глубокую инвалидность у детей берут. И с умственной отсталостью есть приемные семьи, которые, в общем-то, этих деток забирают. И если посмотреть через год-через два, часть диагнозов снимается. Задержка психического развития – это вообще сейчас не диагноз. Если 10 лет назад родитель пугался до такой степени, что нет-нет-нет, вы что, задержка, что я буду делать? То сейчас они берут вообще, я не знаю, бегом, и через 2-3 года смотришь, никакой задержки нет в развитии. Семья лечит все это? Да, абсолютно, семья лечит, совершенно верно. Ольга Владимировна, а вот чем отличаются усыновитель, опекун и приемные родители? Вот вы эти три термина употребили, чтобы четко понимать, что это такое? Ну, усыновление. Это усыновление, оно идет через решение суда, и после усыновления ребенок является кровным ребенком. То есть он приобретает все права кровного ребенка. То есть юридически это твой ребенок? Юридически это твой ребенок. В свидетельстве о рождении указывается фамилия и отчество мамы и папы. Вы присваиваете ему ту фамилию, имя и отчество, которые у усыновителей. То есть он ничем не отличается от кровного ребенка, который родился в семье. Вот это усыновление. Это есть тайна усыновления, и гражданин, который усыновил, не обязан и не должен, если он не хочет, да, говорить об этом ни в какой организации. Да, желательно и не говорить, на самом деле. Да, он приносит свидетельство о рождении, где указано, что это его ребенок. Все. Это усыновление. Опека. Опека – это передача под опеку детей. В основном это родственники, которые под опеку ребенка берут, да. В зависимости от возраста, там, до 14 лет, это опека после 14 лет, это уже попечительство, поскольку здесь у детей немножко разная дееспособность, силы закона возникает. И это просто законный представитель, который до 18 лет выполняет обязанности законного представителя. Таким опекунам мы выплачиваем деньги ежемесячно на содержание ребенка 8044 рубля. Это у нас в основном бабушки, дедушки, родственники, у которых в силу обстоятельств родители либо лишены, либо умерли. И третье – это приемные и патронатные семьи, да. Там дети передаются на основании договора. Там родители получают заработную плату. На мой взгляд, она чисто символическая. Это 3900 рублей всего, да. Поэтому и ежемесячное пособие, так же, как и опекуны, получают ежемесячно на 8 тысяч на ребенка, да. Это приемная семья. Они занимаются воспитанием. У них те же права и обязанности, как у опекунов. Единственное, что это чаще всего, в основном, это чужие люди, которые пришли в детский дом, в центр социальной помощи, в дом ребенка, забрали ребенка из учреждения. Ну, либо это узнали о том, что кто-то, бывает такое, и соседка, там где-то узнали, что вот ребенок остался у нас есть, и в техникуме преподаватели берут в патронатную семью. И любой гражданин, который узнал, что ребенок, может его взять. Это вот чужие люди, это приемная семья. Ну, на самом деле, это очень здорово, потому что, опять же, ребенок обходит вот детский дом, куда... Вот, я повторю, как бы ни старались, но все-таки... Ну, конечно, несмотря на то, что центры сейчас и дома ребенка, это, конечно, как белое и черное, что было, допустим, 10 лет назад, что сейчас. Согласен, изменилось. И законодательство изменилось, да, и создаются условия, приближенные к семейным, и группы сформируются так, чтобы и кухонки им делают, и группы там разновозрастные. Ну, максимально делается для того, чтобы ребенка адаптировать. Ну, понятно абсолютно, что каждому ребенку хочется иметь своих, одну единственную маму и папу. Это было бы интересно. Что, к сожалению, в учреждении, даже если там прекрасные воспитатели, и нянечки, и педагоги, дать, конечно, не может. Только семья. И это наша задача. По поводу семьи. Вы сказали изначально, что приоритетом считаете сохранение биологической семьи. Пример можете привести? Вот, сохранение. Сохранение? Ну, у нас таких много. То есть это не единичные случаи. То есть... Потому что здесь понятно, что у людей эта ситуация тоже непростая. Им нужно и себя как-то перебороть, свои пороки победить и ребенка сохранить. Да, вот заключили договор. Заключили тройственный договор. Мама, мы, как органы опеки, и учреждение. Поместили ребенка, либо в дом ребенка, либо в центр помощи семье. Ребенок там находится. Здесь подключаются психологи, которые работают с ребенком и с мамой, и с папой. В случае, если это необходимо. Социальные педагоги. Мы подключаемся, мы маму не оставляем, мы постоянно ее патролируем, постоянно тащим. Была, приносила подарки, навещала ребенка. Сколько раз, в каком состоянии. Выходим, проверяем. Мы ее постоянно, постоянно толкаем. Сделала, если в квартире условия были ужасные, и для ребенка не создано ни спальное место. То есть, грубо говоря, отмыла квартиру или нет, по-русски говоря? Да, убралась, отмыл. Мы ее вот каждую неделю, в зависимости от того, какие проблемы, мы ее постоянно теребим и говорим. Вот это сделай, вот это сделай, вот это сходи. Где тебе помощь? Позвонили туда, позвонили сюда, оформили документы. Ну, то есть, максимально делаем для того, чтобы через полгода мама могла забрать ребенка к себе. Вот всю помощь, которую в силах мы оказываем. Потому что, конечно, если хотя бы чуть-чуть есть потенциал, есть семьи, где нет потенциала совсем. То есть, уже они... Ну, понятно, очевидная ситуация. Очевидная ситуация. И то мы стараемся работать, и то мы пытаемся их вытащить, да. И только через шесть месяцев, а иногда через год принимаем решение, что ребенка нужно оттуда забрать. Почему? Потому что, ну, стараемся дать родителям шанс. Еще одна важнейшая задача и важнейшая проблема – это права детей, оставшихся без попечения родителей. Вот какие меры для этого принимаются, чтобы права ребенка вот в этих пертурбациях максимально соблюсти? Ну, начнем с того, что процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрены ряд гражданских дел, по которым проходят только с участием органов опеки. И неважно, является ребенок оставшийся без попечения родителей или нет. Если затрагиваются жилищные, имущественные права несовершеннолетнего ребенка, в этих случаях органы опеки обязательно участвуют в судебных процессах. Вот за эти девять месяцев мы более полутора тысяч судебных исков, в которых мы участвовали, а это больше трех с половиной тысяч судебных заседаний. Куда у нас специалисты ходят и представляют интересы? Ну, самое, пожалуй, сложное – это определение места жительства, когда родители разводятся. Это колоссально сложная работа. Это специалисты, вот мы досудебные работы ведем во время судебную, потом после определения места жительства после развода – это раз. Это участие в воспитании родителя, который проживает отдельно от ребенка – это два. И участие родственников, бабушки, дедушки, воспитании родителей, которые, значит, в судебном порядке определяют время, в какое время могут они. Это их не так много по сравнению, например, там, защиты имущественных, жилищных прав, да, каких-то. Но это самые трудоемкие, самые болезненные вопросы. Ну, потому что там конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация, люди разводятся, они друг друга не слышат, они не хотят обиженной мамы или папы, делают друг друга назло. И в первую очередь здесь выступают интересы меня, обиженного или обиженной мамы, супруга и супруги, а не интересы ребенка. Вот иногда мы очень длительно с семьей работаем и с родителями работаем для того, чтобы показать, вот, вот ваш единственный сынуля, дочка, даже если не единственный, даже у вас трое детей, вы должны ради них наладить отношения, взаимодействовать для того, чтобы продолжать воспитывать ребенка. К сожалению, это не всегда нам удается, поэтому люди идут в суд, и уже в судебном ребенке, в судебном процессе мы даем заключение, с кем оставить ребенка на воспитание, с мамой или с папой. Голодина, времени остается не так много. Важнейший вопрос, куда обращаться людям, если они хотят усыновить ребенка? Если хотят усыновить ребенка, пожалуйста, к нам, Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, Куйбышева, 44, 332-24-49, у нас есть и на сайте информация вся по усыновлению, поэтому приходите, мы вас ждем. И еще один вопрос, ведь вот люди, после того, как они оформили либо опеку, либо усыновили ребенка, вы затем следите каким-то образом, вот, ну, за судьбой этого ребенка и за тем, как себя ведут вот эти родители? Конечно, конечно. И сколько времени вот это, скажем так, наблюдение проходит? Опека, приемная семья, это до совершеннолетия. Мы обязательно проверяем не менее двух раз, да, смотрим, чтобы права все были не нарушены, чтобы ребенка в очередь поставили, в список включили для, если у него нет жилья, то есть очень плотно. То, что касается усыновления, закон говорит о том, что мы такую семью в тени трех лет патронируем, смотрим, и если там все хорошо, мы эту семью отпускаем уже, это кровный ребенок, свободное плавание, и только если к нам поступает какая-то жалоба, или сами усыновители приходят и говорят, помогите, вот только там мы подключаемся к работе с этой семьей. Кстати, вот есть такая практика, так называемые праздничные семьи, то есть когда семья берет ребенка из приюта на выходные, на каникулы, на праздники, и как бы без намерения вот его забрать совсем. Меня, честно сказать, это где-то смущает, но я не профессионал. Вот вы как эксперт, как к этому относитесь? У нас, ну, праздничные семьи, это очень, конечно, хорошее название, вообще это гостевой, да, гостевой режим, есть действительно такое, человек может прийти к нам, подать заявление, получить заключение, что он может быть кандидатом, может брать детей, но в основном этим пользуются родственники, знакомые, друзья, которые знают этого ребенка, но в силу каких-то обстоятельств обстоятельств не могут взять ребенка в семью. Есть кто с улицы, но это чаще те, кто стоят у нас уже как кандидаты, да, они выбрали ребенка, они берут его на выходные, на каникулы, для того, чтобы посмотреть, оценить свои силы, потому что это очень страшно, когда берут, а потом отдают. Многие вот присматриваются, ну, как бы ребенку не обещая ничего, и потом, когда уже говорят, да, это наш, да, мы поняли, что мы можем, после этого они уже идут и оформляют приемную семью. Таких, кто пришел с улицы и вот на один раз забрал ребенка, ну, конечно, таких у нас, ну, нету в семье. Спасибо за интересную, глубокую, содержательную беседу, и дай Бог, чтобы у нас все дети обрели семью. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии была Ольга Слесарева, руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Помогайте людям. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова